Уважаемый Виктор Александрович, дорогие коллеги, прежде всего я хочу по поручению Сергея Викторовича попросить вас с пониманием отнестись к тому, что он, к сожалению, не смог вовремя прилететь из Парижа с нормандской четверки, поэтому мы сегодня проведем заседание нашей правительственной комиссии без него. Прошу принять извинения моего министра. Мы проводим заседание нашей правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом в стенах Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына по приглашению его создателей и директора Виктора Александровича Москвина. Огромное ему за это спасибо. В мае текущего года при содействии правительственной комиссии здесь состоялась международная научная конференция «Российская миграция в борьбе с фашизмом». Среди мероприятий, приуроченных к 70-летию Великой Победы, она заняла особое место. Это был, пожалуй, первый в истории России форум, посвященный вкладу русских эмигрантов и советских военнопленных в движение сопротивления. Помнить об этом подвиге, естественно, наш долг. 70-летие Победы стало для российской диаспоры мощным объединительным фактором. Об этом мы говорили в ходе встречи с членами Всемирного Координационного Совета Российских Соотечественников в Москве 28 мая. Искренне признательны им за вклад в организацию празднования святого юбилея, за то, что они не забывают о героических страницах нашей общей истории, едины в необходимости отстаивания правды о событиях тех лет. К сожалению, приходится констатировать, что в некоторых странах наши соотечественники, отмечая эту святую дату, столкнулись с серьезными трудностями. Например, в Киеве, Одессе, ряде других украинских городов было просто небезопасно носить георгиевскую ленточку, участвовать в гуманитарной акции памяти «Бессмертный полк». Такое положение дел противоречит элементарным стандартам правочеловеческой сферы. Будем и далее обращать на это внимание международных организаций широкой общественности. Нас радует, что антироссийские действия Вашингтона и Брюсселя, включая введение односторонних рестрикций, не повлияли на наше взаимодействие с русским миром, который должным образом реагировал на происходящее и выражал поддержку России. Больше года прошло после трагедии в Одессе, поджога Дома профсоюзов, где погибли мирные безоружные люди. За это время украинские власти не предприняли реальных шагов по объективному расследованию этого страшного преступления. На протяжении всего года в знак солидарности наши соотечественники выходят на улицы европейских и американских городов, требуя правосудия в отношении жертв Одессы и других подобных трагедий на Украине. Полным ходом идет подготовка к 5-му Всемирному конгрессу соотечественников, который состоится 5-6 ноября. В нем примут участие более 400 соотечественников из 97 стран. 9 июня на первом заседании Оргкомитета утверждена концепция встречи. Основная задача Конгресса – провести всесторонний анализ результатов трехлетней работы объединения соотечественников всех уровней, включая Всемирный координационный совет. Предстоит наметить пути дальнейшей консолидации русского мира, проанализировать эффективность усилий по защите прав и законных интересов наших соотечественников. В фокусе внимания будет необходимость сохранения памяти о событиях Второй мировой войны, включая решающую роль народов СССР в разгроме нацизма. Подготовку к Конгрессу будем вести во взаимодействии с объединениями зарубежных общин, в тесном контакте с ВКС, с профильными министерствами, ведомствами, неправительственными организациями. При этом мы исходим из того, что русский мир остается сопричастным с событием на исторической родине, сохраняет родной язык, культуру и историческое наследие. Особое внимание планируем уделить информационной составляющей нашей работы. Рассчитываем в этой связи на содействие созданного при поддержке правительственной комиссии фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной общиной, фонда ВАРП. В условиях, когда против России развязана масштабная информационная кампания, его деятельность приобретает особое значение, состоявшейся недавно под эгидой фонда 17-й Всемирный конгресс русской прессы, в котором приняли участие русскоязычные журналисты из более чем 60 государств, внес полезный вклад в дальнейшую консолидацию медиапространства русского мира. Уверен, что фонд и далее будет всемерно способствовать укреплению партнерских связей с миллионами соотечественников. Всесторонняя защита прав, свобод и законных интересов российской диаспоры за рубежом безусловный приоритет внешней политики России. Продолжен предпринимать необходимые меры по укреплению позиций русского языка и российской культуры, сохранению нашей общей идентичности. В этом контексте перед правительственной комиссией всеми организациями, связанными с ее работой, стоят весьма масштабные задачи. Убежден, что общими усилиями с ними мы справимся успешно. Благодарю вас за внимание. Предлагаю поблагодарить прессу и начать обсуждение практических вопросов. Спасибо.